здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такие вот тапочки два варианта одни будут с этой вот завязкой которые не обязательно делать это как вариант который вы можете обвязать вокруг нож или застежка я сейчас буду вязать с застежкой автоматически буду рассказывать вот эту завязку нитки у меня 180 метров 100 граммах ричунги это не принципиально рассказывать я буду сам принцип и здесь уж количество петель имеет значение спицы 3 миллиметра первым делом набираем 4 петли всего 4 и вяжите резинкой один на один просто ровно вяжите резинка это значит что у вас будет две кромочные 1 лицевая 1 изнаночная и 2 кромочная вот таким вот образом вяжем в длину сейчас вам скажу сколько у меня длина но это уж тоже на ваше усмотрение 30 сантиметров моя завязка вяжем вот она резинка один на один вяжем завязку сейчас я вяжу вариант без завязки то есть если вы вяжете этот вариант вот когда вы связали эту длину начинаете вязать то что я сейчас показывают представьте что у вас здесь это завязочка первую кромочную я снимаю делаю воздушную петлю провязываю две петли и перед кромочной тоже делаю воздушную петлю и знак ромочная поворачивая девчонки здесь мы эти добавления будем делать в каждом ряду снова снимаю кромочную снимаю кромочную делаю воздушную петлю вот эту предыдущую кромочную провязывая по узору здесь у меня лицевая значит она будет изнаночной вяжем до конца ряда тоже воздушную петлю вклиниваем в узор изнаночной лицевой воздушная петля и кромочная видите сейчас мы будем вот это вот расширять таким вот образом далее снова в каждом ряду после кромочной и в начале и перед кромочной в конце мы делаем воздушную петлю и вяжем резинкой один на один количество петель и рядов может варьироваться от плотности ниток и спиц и так далее в каждом ряду делаю две воздушные петли продолжаем вязание таким вот образом разбираемся с размером манекен у меня 23 сантиметра но я вижу на себя поэтому моя стопа моя лично моя 24 сантиметра из этой цифры я беру ровно половину то есть 12 сантиметров вот эта деталь по ширине у меня должна быть у вас должна быть половину длины вашей стопы вот она 12 сантиметров что я делаю дальше я не просто я вам показала что мы меряем намеряем на себе манекен маленький к сожалению на китайцев далее я вижу один ряд без добавлений резинкой один на один тут уже не важно сколько у вас петель сколько у вас рядов вы ориентируйтесь на свой размер так далее вяжем вот таким вот образом видите мы переходим на пышную резинку она она как выглядит как английская резинка на вяжется немного по-другому проще лицевая петля вяжется на петлю ниже под петлю изнаночной обычным просто изнаночной лицевая не сюда а сюда на петлю ниже и так все время в каждом ряду просто мы вяжем на петлю ниже и получается у нас такая пышная резиночка по сути это эффект английской резинки но она не такая как бы свободная она более такая плотная получается вот это вот и таким вот образом мы продолжаем вязать вот этой пышной резинкой вверх уже мы вяжем ровное полотно мы не добавляем не убавляем мы просто вяжем этой пышная резинка вот девчонки наши ровное полотно увидите которые я провязала в моем случае это 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 на 10 сантиметров видите вот этой пышной резинки ровно 15 сантиметров как мы определяем сколько на минуту спрашивал где я взяла эту ногу я ее взяла на алиэкспресс за два доллара и мы вот эту ногу вместе косточки в этом месте берем наше полотно меряем чтобы у нас она сходилась плотненько довольно оттуда вот если она сходится смотрим видите значит нам достаточно а далее переходим снова на резинку один на один то есть вяжем обычную резинку и будем сокращать после кромочной две петли вяжем по узору потом вторую протягиваем через первую и вяжем до конца ряда сокращать мы будем тоже в каждом ряду точно так же как и добавляли конце точно также вяжем нормально и вторую третью от конца вторую протягиваем через третью и кромочная то же самое втором ряду провязываем 2 петли и продеваем вторую через первую то же самое делаем в конце ряда и так в каждом ряду пока на спицах у нас не останутся 4 петли смотрите мы вернулись к тому с чего она и мы начинали то есть четырех петель теперь мне нужно сделать петлю для этого я беру крючок беру две петли ну то есть я петли закрываем но таким вот образом провязываю 2 петли делаю 2 воздушные петли снимаю вот эти вот и провязываю все три вместе то есть вот такая вот петелечка у меня получилось здесь я нить обрезаю я сейчас конечно же измерю то что у меня получилось но вы ориентируйтесь у вас может быть совершенно другое другие цифры поэтому ориентируйтесь на свою ногу так меряю свою деталь в готовом виде 25 сантиметров вот эта часть 17 сантиметров и тачи ответственно она растягивается потом на ногу к складываем пополам вот я вот это там где затягивала эти ниточки сложила на изнаночную сторону теперь сшивать мы будем только вот эту вот часть где у нас это пышная резинка где простая резинка мы ее не трогаем и сшивать будут за кромочные вот так вот хватает за кромочные не хочу чтобы узел выглядывал поэтому делаем вот таким вот образом так вот смотрите я не дошила до конца три сантиметра теперь мне нужно здесь я сделаю узел чтобы не распускалась теперь я вот все кромочные здесь соберу вот так вот и стягиваем мысик такой так все вот эту сторону делаем точно тоже самое так вот смотрите сшила я обе стороны здесь смотрим на лицевую сторону вот у вас может быть либо вот такой вот как бы вид либо вот такой вот в зависимости от того какая предпоследняя у вас была петля лицевая либо изнано кто вяжет завязками кто вяжет завязками тот и не закрывает петли тут вяжет еще завязку 4 петли вот как мы начинали завязки так мы заканчиваем я совсем совершенно забыла что у меня два варианта простите пожалуйста так пуговицы пришиваем на ту часть на которая у нас нет дырки вот сюда я пришиваю пуговичку еще можно померить на ногу и отрегулировать здесь вот на этом этапе видите чтобы хорошо держалась ну так вот отрегулируем куда нам пришивать пуговицу вот вот второй вариант я сделала пришиваем стельку по моему мастер-классу и прекрасно ходим дома в таких вот такульках и соответственно 2 если хотите на завязках у меня тут нога короткая я не могу завязать на ноге она получается красивше девчонки так что вы уж меня простите как есть так есть вот вот девчоночки видите она не держится потому что съезжает на ноге можно плотно затянуть и тогда но красиво а на этом все на сегодня девчонки я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия вяжем то пулечки утепляемся на зиму пишем что мы еще хотим все на этом все всем пока пока